Привет всем искателям интересного. Случай землетрясения, который произошел недавно в Турции, еще раз заставляет задумываться о могуществе нашей природы и о немощности нашей цивилизации перед природными катаклизмов. Сцены, которые вы видите сейчас в этом видео, это реальные снимки людей, которые смогли спасти себя и своих близких, а также снять небольшие видео на своих телефонов. Они не только смогли снять землетрясение, которое проходило у них в городе, они выжили и помогли выжить другим людям, которым была нужна помощь в такой очень неприятной ситуации. А удалось им это все потому, что они просто смогли сохранить свое спокойствие, а также успокоить своих близких. Все это потому, что они знали заранее, как нужно поступить и как нужно себя вести в подобных ситуациях. Всем этим выжившим, которым удалось каким-то чудом преодолеть свой страх и свою панику, тем самым это помогло им быстрее сориентироваться, чтобы не попасть под обломки строительных материалов, которые падали с высоких зданиях, а еще очень опасных острых осколков разбитого стекла. Те люди, которые не успели выбраться из высоких зданиях или же застряли не по своей воле благодаря тому, что применили смекалку, хладнокровие и свой ум. И только то, что оказалось именно в тот самый трудный момент под рукой, без лишней паники, которая лишь усугубляет ситуацию. Если вы хотите для себя узнать что-то новое или освежить память с уроками по сохранению безопасности своей жизни, сейчас присаживайтесь поудобнее и посмотрите внимательно. Возможно, некоторые примеры, которые вы услышите и увидите в этом видео, смогут быть полезными и, возможно, на самом деле спасут в трудную минуту жизни ваших близких и, конечно, вашу собственную жизнь. Во-первых, чтобы бороться с чем-либо или с кем-либо, будь то видимый враг или неприятный неожиданный катаклизм, феномен или даже пожар, надо по-любому изучить то, с чем имеешь дело. Ведь если вы будете понимать, что происходит вокруг вас и какие последствия могут быть потом, вам удастся, возможно, сохранить спокойствие, так как вы будете хоть как-то подготовлены к самым неприятным для человека ситуациях. Ведь только изучая врага или проблемы, которые влекут за собой такое явление, как землетрясение, вы узнаете заранее. Как можно с большей или как можно с высокой долей вероятности рассчитать свои шансы на выживание и, конечно, спасти свою жизнь с минимальными потерями и ущерба для своего здоровья и здоровья своих близких. Так почему же происходит землетрясение? Землетрясение – это подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами. Главным образом – тектоническими процессами или искусственными процессами, как взрывы, заполнение водохранилища, обрушение подземных полостей, горных выработок. Наиболее частой причиной землетрясения является тектонический сдвиг в глубине земной коры. Дело в том, что поверхность Земли не является неподвижной. В ней постоянно происходят различные процессы, особенно заметные в районах так называемых тектонических разломов. К примеру, Япония. Сама смещение происходит под действием подземных сил. В ходе процесса разрядки, уменьшения упругих деформаций в объеме всего участка плиты и смещения положения равновесия землетрясение представляет собой быстрый переход потенциальной энергии, накопленной в упругой деформированных горных породах земных недр в энергию колебаний этих же самых горных пород. К сожалению, до сих пор наука не может с достаточно высокой достоверностью предсказать, где произойдет следующее колебание земной тверди и какой силы она будет. А тем более, противостоять этим колебаниям это может быть лишь измеримо с помощью сейсмографа с баллами по шкале Рихтера. И это единственное, что действует и используется до сих пор в научных лабораториях для наблюдения такого рода явлений. Итак, первое, что надо сделать, это не паниковать. Как бы абсурдно это не звучало, и даже если эта фраза самая заезженная, но это единственное, что может вас спасти, даже если вы не в самой лучшей ситуации. По статистике, лучшие случаи самостоятельного спасения были, потому что люди старались сохранить спокойствие и вспоминать, что может им помочь, оглядываясь вокруг, что можно бы было применить в качестве надежного укрытия для себя и для своих близких. Конечно, в первую очередь надо присматривать и укрытия для детей, женщин и пожилых. Был случай в Японии, когда страх и инстинкт самовыживания в перемешку с эгоизмом чуть не погубило молодого человека, который в момент землетрясения оказался этажом выше, чем своих соседей, которые в момент землетрясения были на работе, а дети остались одни дома. Маленький мальчик плакал, испуганный от землетрясения, но старшая сестра успокаивала его и звала на помощь. Но молодой человек подумал только о себе и бросился, испугавшись, бежать из помещения. Девочка поняла по звуку быстрых шагов соседа, который прошел мимо них, что рассчитывать не на кого, и взяла маленького брата на руки и укрыла его одеялом и попыталась спасти себя и своего брата сама. Но в какой-то момент бетонная плита не выдержала и обвалилась, сломав лестничную площадку, на которой остался заблокирован молодой человек. А чтобы выбраться из здания, надо было теперь пройти через маленький узкий проход среди обломков, чтобы открыть дверь снаружи, которая была единственным выходом для спасения. Самое интересное то, что благодаря маленькому росту детей, так как девочка с мальчиком оказались в тот момент обвала плиты поблизости коридорного деревянного шкафа со стеллажами для вещей, от испуга они просто укрылись в том шкафу. Тем самым они не пострадали от падающих обломков, в отличие от молодого человека, который просто оказался заблокированным под обломки свалившейся бетонной плиты. Дети услышали стоны молодого человека, который звал на помощь и, переждав очередной толчок землетрясения, они вышли из небольшого шкафа и пробрались через узкую щель обломков. С большим усилием все-таки они смогли открыть большую дверь здания и смогли выйти наружу. К тому же, в отличие от поступка молодого парня, они рассказали взрослым про молодого человека, который остался заблокированным и на зов помощи пришли сотни, отнюдь не самые молодые люди, чтобы спасти парня. Так что помощь может прийти и от самых неожиданных для вас людей, включая и маленьких детей и пожилых. Другой случай был, когда мужчина быстро сообразил, что выйти во время землетрясения из высокого дома уже не успеет со своей семьей и спас жену и детей, спрятав их в момент землетрясения в небольшой железной ванной в ванной комнате и прикрыл эту же железную ванну сверху деревянной дверью от самой ванной комнаты. Пожертвовав собой, мужчина получил конечно же большие травмы и ушибы, когда здание стало в буквальном смысле рушиться, но зато его смогли быстро спасти, так как его жена и ребенок остались целыми и невредимыми и смогли позвать на помощь других людей. Поэтому отсутствие паники и быстрая оценка ситуации как можно раньше намного повышает вероятность вашего спасения в момент землетрясения. Очень важно в любом случае спасти даже самых слабых людей, так как они смогут спасти вас. В таких моментах постарайтесь заранее приоткрыть двери, чтобы потом от перекосов стен вы не остались заблокированными в каком-либо помещении. Плюс дверь может послужить вам как щит от разбитого стекла или больших предметов, которые смогут вас поранить, если вы не успели вовремя выйти из здания. В таких моментах также ни в коем случае не бегите в панике по лестничной площадке, так как она может обрушиться в любой момент и ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, так как шахта лифта может быть перекошена между этажами и вы таким образом рискуете остаться в шахте лифта навсегда. В случае обвалах обломков потолка лучше спрятаться под большой деревянный или металлический стол. Только запомните ни в коем случае под стеклянным столом. Избегайте как можно быстрее близость окон, а также шкафа с посудой, особенно из стекла и керамики. Лучше вообще уйти из кухни как можно быстрее и подальше, если это конечно возможно. Дело в том, что в кухне просто самые опасные вещи и самые острые предметы, а также избегайте близость больших аквариумов. В такой ситуации держитесь всегда углов, поблизости к выходным дверям, чтобы быть всегда на готове в случае остановки землетрясения, чтобы выйти как можно быстрее, выбрав для этого подходящий момент, чтобы покинуть здание. Если вы чувствуете, что сам обвал неизбежен, то обязательно хватайте какую-нибудь бутылку с водой и фонарик, если вы успеете. Это продлит вам жизнь до подхода спасающих, а фонарик поможет светить, чтобы вас быстрее найти. С помощью фонарика или хотя бы мобильного телефона, если в тот момент он окажется под рукой, вы сможете подавать сигнал, а спасающим будет легче вас найти, а также вашу локацию под отбломков. Если же вам все-таки улыбнулась удача и вам подвернулся шанс, чтобы все-таки покинуть здание, то подходящий момент вы должны будете сами определить. Здесь, к сожалению, никто не сможет предугадать заранее, что произойдет через 3 секунды. Поэтому будьте очень внимательны, старайтесь предугадывать. В таких моментах лучше всего опереться на свой базовый инстинкт выживания и на свой ум. Кто знает, может и удача вам все-таки улыбнется. Если вы успеете в самотохе найти какое-нибудь одеяло или покрывало, то обязательно берите, чтобы укрыть себя в случае пожара, потрескивания стекла от больших окон или зеркал, которые могут все-таки оказаться по непосредственной вашей близости. Не забывайте, приоритет это дети, женщины и пожилые люди. Старайтесь им помочь. В первую очередь, если все же выбрались на улицу, держитесь подальше от высоких зданий и электрических столбов. Они все еще могут быть под большим напряжением в случае не срабатывания автоматического отключения в таких ситуациях. Также старайтесь не находиться близко от пожарных гидрантов, так как в них достаточно мощный поток давления воды, который также может быть очень опасным для вас, в случае если они могут быть повреждены во время землетрясения. И никогда не забывайте, что землетрясение никогда не будет только лишь с одной волной толчков. Поземный толчок может повториться в любой момент, а вы должны быть к этому готовы. Особенно, если это произойдет ночью, как это произошло в Турции. А также будьте готовы всегда к самому худшему сценарию событий. И пожалуйста, относитесь к этому серьезно. Если вам будет сопутствовать удача, считайте, что вы родились в белой рубашке. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось это видео и было интересно услышать, то можете меня отблагодарить лайком. До скорого в новом видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok